Приветствую вас, дорогие друзья! С вами Воробьев Николай из компании Креа Траве. В это осеннее утро мы проведем вебинар по Digital Projection. Рассмотрим решение прямо-таки от пионера рынков проекционных технологий. Я вам расскажу, почему это пионеры. Не зря я поместил на картинку товарища Денина, не зря здесь написана первая премия, потому что вот эта спатуэточка, которая стоит рядом с товарищем Дениным, является наградой ремии, которую Digital Projection получала в количестве двух штук. Ну, когда и за что, я вам объясню немножко подробнее. Основные принципы компании Digital Projection. Digital Projection это первопроходец в области цифровой проекционной визуализации. Это компания, которая впервые получила изображение на каком-либо вообще чипе. Еще до изобретения DLP-чипа на D&D-чипе они получили первое статическое изображение. Ну и, соответственно, сама по себе технология изготовления DLP-проекторов, она изначально пошла от Digital Projection. Компания DP это первопроходец, как я уже говорил, в области цифровой проекционной визуализации. Они являются изобретателями технологии DLP-проекции. То есть они не изобретали DLP-чипы, это сделала компания Texas Instruments. Но они первыми, кто додумались, что с помощью этих чипов можно делать высокоточные проекторы. Соответственно, эти ребята имеют непревзойденный опыт и навыки проектирования. Обладают максимальным уважением к партнерам. Соответственно, никогда не конкурируют со своими партнерами. Всегда помогают им найти лучшие решения. Иными словами, стратегия компании такова, что они не ставят свои задачи покрыть абсолютно весь рынок проекционных технологий. Они выпускают исключительные решения под конкретные применения. То есть если есть свободные ниши на рынке, там будет проектор Digital Projection. Но совершенно не обязательно. Где-то на каких-то рынках DLP не предлагает никаких решений. Например, на рынке арендных проекторов. Там существует всего лишь один проектор, который годится под арендную работу. Но ребята говорят, что мы таких целей не ставим. Также в компании жестко разграничены поставки в географических и вертикальных рыночных условиях. Иными словами, компания имеет несколько дистрибьюторов. Не более пяти в каждом регионе. И каждый из этих дистрибьюторов имеет свою направленность. Кто-то больше занимается домашней техникой. Кто-то больше обустройством ситуационных центров. Кто-то больше гостиницами. Кто-то занимается сферой обучения и так далее. Разбивается очень жестко по сферам, чтобы люди не грызлись за проекты. Соответственно, это означает стабильную возможность заработка партнерам. И это позволяет обеспечить очень высокий уровень сервиса. Также имеется независимо сосредоточенная гибкая и гидраническая структура компании. Это означает для нас возможность предоставлять необходимые продукты и услуги тогда, когда вы в этом нуждаетесь. Ну и, в общем-то, дружелюбная и доступная команда технической поддержки предлагает вам продажное и постпродажное обслуживание, которое осуществляется людьми с глубоким знанием оборудования. Это профессионалы, которые участвуют в разработке оборудования. Ну и, в общем-то, они, как никто другой, знают про свое оборудование. Давайте немножко расскажу вам про историю успеха компании Digital Projection. Я вот, правда, не уверен, что здесь текст читаемый, потому что у меня это в относительно небольшом окошке. Друзья, как вот текст читаемый под цифрками годов рядом с картинками. В 1987 году была сформирована компания как подразделение компании по производству пленки Rank Organization. Была такая организация, она занималась только производством кинотеатральной пленки. Ну и вот в 1987 году началась история Digital Projection. В 1989 году компания освоила применение DMD-чипа от Texas Instruments. Стандарт DMD, тип чипа DMD, он был еще раньше DLP. Это была такая зачаточная форма данной технологии. В 1992 году получено первое статическое изображение на DMD-чипе от Texas Instruments. Это произошло в 1992 году. Ранее до компании Digital Projection никто такого не делал. В 1995 году компания продемонстрировала первый прототип проекционной системы на большом экране. Первый цифровой проектор большого размера. В 1996 году Digital Projection представлена как отдельная компания, которая целиком занята разработкой и производством. Их первые продукты стали известны под маркой Power Displays. В 1996 году Digital Projection перестал существовать как подразделение в Rank Organization. В этом же году в декабре топ-менеджмент компании Digital Projection выкупает полностью компанию о Rank Organization. В 1997 году в мае официально открытый штаб-квартира Digital Projection в Великобритании, где и сейчас она существует. И одно из самых значимых событий произошло в 1997 году. Позже компания Digital Projection получала две премии ЭМИ подряд за выдающееся достижение инженерных разработок от Академии Тибилизионных искусств и наук. Это очень значимое достижение. В 1999 году iMX Corporation покупает Digital Projection в дополнение к своему Оскару, чтобы набрать большое количество наград и выглядеть состоятельными пацанами. В 2001 году менеджмент Digital Projection выкупает назад компанию у iMX Corporation. В 2002 году Digital Projection и NEC в U-Technology объявили о создании стратегического альянса для разработки, производства, продвижения, поставок продвинутых цифровых проекционных систем. В этом же году в октябре Digital Projection показали первый в мире полностью интегрированный кинотеатральный DLP проектор, который до сих пор является просто бомбой. Он проектор легенды, не так-то много таких устройств. Называется он Cinema Branded IS-10. Был он представлен на индустриальной торговой выставке в 2002 году. В 2003 году Digital Projection представила свой первый профессиональный проектор с разрешением 2K, Lighting 35HD Pro, в 2004 году расширение продуктовой линейки Digital Projection, включающий такие продукты, как современная линейка Highlight, Titan Pro и первый компактный 3DLP проектор серии Mercury, который более не существует. В 2010 году открытие офиса в Китае, в 2012 году открытие офиса во Франции, Германии и Индии, а также запуск Titan Superquat 20 000 люменов. В 2013 году открытие офиса в Норвегии, запуск первого в мире лазерного проектора высокой яркости Highlight Laser. Опять же уточнение, это не был самый первый в мире лазерный проектор, это был самый первый в мире лазерный проектор высокой яркости. В 2014 году запуск проектора Inside 4K Laser, про него мы вам расскажем чуть подробнее. Проектору также Highlight Laser присуждена была награда AV Award. Если у вас есть какие-то вопросы, не стесняйтесь, задавайте их в общий чат. У нас есть специалисты, которые помогут вам ответить на эти вопросы. Представительство компании, как вы видите, сконцентрировано в основном в Соединенных Штатах, также в европейской части. Есть офис в Дубаях, в Мумбаи, в Сингапуре, а также в Азиатской части, в Пекине, в Шанхае, в Токио. И просто большая черная дура в России. Компания Digital Projection ранее имела планы создать где-то свой центральный офис. Они, конечно, хотели его создать в Москве, но потом появился кризис, очень нестабильная ситуация на рынке. И в данном случае ребята просто выжидают. Мы с ними активно общаемся. Они говорят, что планы мы не похоронили, мы до сих пор хотим организовать офис, в том числе и офис продаж в Москве. Но в данном случае мы не можем себе этого позволить, потому что ситуация на рынке нестабильна. Открытие офиса довольно накладное предприятие даже для такой компании, как Digital Projection. Позиция компании в следующем. Компания старается поддерживать выбранный вертикальный рынок самыми точными продуктами и качественным обслуживанием. То есть, как я уже говорил ранее, никаких попыток собрать все воедино, делать вообще все, стать лидером во всем, только выбранные направления конкретного рынка. Их миссия быть номером один среди своих партнеров и конечных клиентов. Продукты Digital Projection имеют интересную стратегию. Это выпуск моделей под точными потребностями вертикального рынка. Компания имеет опыт, накопленный за 27 лет успешной деятельности. Это для нас означает правильное качество, производительность, долговечность, в общем-то, то, что надо для долгосрочного партнерства. Ассортимент у компании направлен на рынок профессионального АВ, а также специальные приложения и бюджеты. В общем-то, выделены продукты для конкретных потребностей без попыток причесать всех одной гребенкой, как я уже говорил ранее. У компании имеется эксклюзивное использование DLP-технологии. Это для нас обозначает больше всего опыта в нюансах точности производства при работе с технологиями Texas Instruments. Они не единственные, кто работают, не единственные, кто имеет хорошие условия, но Digital Projection – эксклюзивное партнерство с Texas Instruments. Также компания имеет длительные и крепкие отношения со всеми поставщиками комплектующих и технологий. Для нас это обозначает, что компания старается как можно быстрее вывести на рынок новые технологии и предложить их преимущества партнерам. Про это мы чуть-чуть расскажем подробнее буквально со следующего слайда, какие же новинки появились у Digital Projection, вообще чем живет сейчас рынок АВ, что новинка появилось. Ну и, в общем-то, у приборов имеется британская точность машиностроения с глобальными цепочками поставок. Соответственно, продукты с отличным сочетанием цены и качества. Ну что ж, вы, наверное, спросите, что же все-таки нового случилось на рынке проекционных технологий, о чем вообще пойдет речь. Друзья, в последнее время мы переполним новостями, хорошими, плохими. Но сегодня мы отбросим с вами политику, курсы валют. И среди всего этого информационного облака мы постараемся сфокусироваться на наиболее важных и интересных технологиях, которые произошли в сфере проекционных технологий в последнее время. Ну, одной из самых таких бомб, конечно, является технология 4К. Это, конечно, определенная новинка. Она вызвала очень массовый резонанс в сфере АВ. Из-за некоторых технологических трудностей столь высокое разрешение далеко не сразу пришло на рынок проекторов, подменив FullHD в технологической гонке. Но, несмотря на то, что коммутация, интерфейс, DLP-чип и, в общем-то, все необходимое уже давно имелось, 4К проекторы начали появляться относительно недавно. И одной из главных причин этого стала экономическая целесообразность. Разницу в процентном соотношении цены между 4К и FullHD вы, в принципе, все могли оценить несколько лет назад. В принципе, можете оценить и сейчас. Правда, сейчас разрыв не такой большой. Но, скажем, год назад FullHD-панельный или FullHD-телевизор разительно отличался от цены просто в развитии от решения 4К. Так вот, на рынке проекторов эта разница еще очевиднее, еще больше. В совокупности с большей стоимостью высококачественных проекторов цена конечного 4К-продукта зачастую является просто астрономической. Но, тем не менее, однако, многие сферы деятельности, такие как медицина, допустим, уже давно нуждаются в средствах отображения информации с полученной информационной точностью. Ну, иными словами, если какой-то доктор рассматривает, или там совет докторов рассматривает снимок, томографию какого-то пациента, им очень важно иметь панель или какой-то экран для отображения информации очень высокой четкости. В данной сфере это очень востребовано. К тому же сейчас набирает обороты такие вещи, как удаленная медицина, как удаленные, даже делают удаленные операции. Очень интересная сфера, которая требует очень высокого качества, точности отображения. Определенной еще одной новинкой последних лет являются лазерные источники света, в общем-то, которые относятся исключительно к проекторам. Ну, в данном ключе, конечно, лазерные источники света много где используются, там, в кубах, еще куда-нибудь, даже делали лазерные телевизоры. Но сегодня хотелось бы особенное внимание уделить лазерным проекторам. Надо понимать, что в устройстве таких приборов лазер не формирует изображение, подобное дискотечному, там, скажем, оборудованию, а лишь используется в качестве источника света. В основной конструкции такого проектора по-прежнему лежит старый добрый чип DLP и световые колеса, ну, если это чип 1. До применения такого типа источника света нам были известны две крайности. Это различные лампы накаливания, ксеноновые, высокого давления, низкого давления, отличающие просто феноменальной яркостью, но, тем не менее, имеющие вполне себе низкий и ограниченный срок службы, и достаточно большое тепловыделение, высокую температуру работы. И вторая крайность – это светодионы, которые всем известны своей просто гигантской наработкой на отказ, высоким уровнем чистоты света, но ненешенных своих недостатков, таких как весьма скромная яркость. Лазер же, если позволите, находится посередине этих крайностей и сочетает в себе достоинства обеих технологий. Лазер обладает достаточно высокой яркостью, потенциально выше, чем у самых ярких ламп накаливания, на самом деле вопрос только в габаритах, и весьма внушительная наработка на отказ. Хотя и не такой большой, как у светодиодов. В итоге получается сбалансированный источник света, на базе которого можно строить проекторы с удивительными характеристиками. Теперь проектор может быть одновременно и ярким, относительно тихим, и при этом не требовая сервисного обслуживания и замены источников света очень долгое время. Я бы сказал, что при условиях частого, но не постоянного использования, такого источника света хватит на несколько лет. Еще одним немаловажным преимуществом Лазера является низкая температура работы. Она в 5, а то есть в 7 раз более низкая, чем температура работы лампы накаливания. Соответственно, такому источнику света не требуются мощные, а стало быть, шумные охлаждения. В итоге получается просто отличный прибор для лекционных комнат, требующих яркого источника света и малой шумности. В общем-то, теперь можно забыть о такой дорогостоящей процедуре, как замена лампы. Светодиодные источники света определенно являются новинкой в данной сфере. Конечно, они тоже уже существуют несколько лет. Это не вчера преломное решение, не позавчера. Но, в отличие от всех предыдущих источников света, светодиоды способны излучать свет необходимого диапазона. Вот это как раз ключевое отличие светодиодов от всех других источников света диапроекторов. При этом светодиодный свет достаточно бедный. Иными словами, он имеет очень узкий спектр работы. Он позволяет нам фактически генерировать свет, нужный нам длинной волны, но как бы с очень-очень узким диапазоном свещения. В общем-то, это то, что надо для построения проектора. Так как более нет необходимости использовать светофильтры для выделения света, нужной частоты, мы можем сразу получить чистый синий, чистый зеленый, чистый красный цвет. Проекторы с таким источником света имеют максимальную точность светопередачи и глубину таких вы не найдете ни с одним другим источником света. Вдобавок ко всему, светодиод имеет весьма скромное тепловыделение на порядок ниже, чем у ламп накаливания в 8-10 раз. В итоге получается четкий, контрастный и насыщенный, в том числе и тихий прибор, потому что имеет очень низкое энергопотребление. Единственным недостатком светодиодных источников света является относительно более низкая яркость, чем у других источников света. У Digital Projection доступны лампы до 3000 люмен. Но, однако, я вам хочу сказать следующее, что световой поток светодиода способен воздать намного более яркую картинку, в том числе из-за того, что не используются светофильтры и что-то подобное. Из-за того, что мы получаем сразу нужной частоты цвет, световой поток, даже не очень одинаковые показания светового потока, нам в итоге дают большую яркость, потому что потери на фильтрации света у нас в данном случае полностью отсутствуют. Вот именно один очень интересный проектор Digital Projection является новинкой. Если позволите сказать, он уже доступен к продаже. Принялся он в результате комбинирования двух предыдущих технологий, которые мы с вами рассматривали. И в итоге получился просто интереснейший продукт. Проектор с честным разрешением в 4К, способный беспрерывно бомбардировать фотонами экран на протяжении двух с половиной лет с интенсивностью в 12 тысяч люмен. Согласитесь, довольно много инсталляций, где такой прибор оказался бы очень-очень кстати. Очень интересная моделька. Это 4К плюс светодиоды. Этот проектор просто настоящий горец, который рассчитан на бесперебойную работу в течение 7 лет. То есть представьте, да, приехали на инсталляцию, повесили проектор, включили, на 7 лет про него забыли. Все. При периодическом использовании данного проектора, я смело вам точно заявляю, его ресурса хватит одному человеку просто на всю жизнь. Так что в составе домашнего театра этот проектор способен служить своему хозяину верой и правдой. Всю жизнь он его может оставить в наследство, я не знаю, своим детям, внукам. Ну, если, конечно, не появится новый 8К проектор, будет интересный. Еще из новиночек Digital Projection, который готовится к выпуску в начале 2016 года, спешу вам представить новенький E-Vision 8500 Laser. Это первый опыт Digital Projection в выпуске одночиповых лазерных проекторов. Такой проектор сочетает в себе вполне себе небольшую стоимость, присущую проекторам на одном чипе, и тем не менее длительное время работы источника света без необходимости замены. Просто отличное решение для больших презентационных залов, так как яркости в 8500 люменов, в принципе, хватит всем, как говорит Билл Гейтс. Довольно интересное решение готовится к выпуску. Оно предназначено, правда, только для старших моделей линейки E-Vision. Дешевые E-Vision не могут быть оснащены такой оптикой. Эта оптика поможет вам создать очень крупную картинку и вывести ее, используя очень маленькое фокусное расстояние. Такая оптика превращает свои стильные проекторы в отличное решение для музеев и похожих инсталляций, где нет возможности расположить проектор далеко. Это ультра-короткофокусная оптика. Посмотрите на отношения 0,38 к 1. Это очень-очень короткофокусная оптика. Еще из новиночек. Имеется такой вот отличный проектор для инсталляции с ограниченным пространством. E-Vision 6500 лазер, компактный и тихий, достаточно яркий, долговечный проектор. Такое сочетание, в общем, такой яркости в 6,5 тысяч лумен, в 20 тысяч часов бесперебойной работы в разрешении УСГА делает его просто идеальным проектором для сферы образования. То есть, если есть какой-то институт, где периодически читают какие-то лекции, проводят какие-то там семинары и так далее, данной яркости на лекционный класс полностью хватит. Поскольку лазерный источник света там установлен, он не будет шуметь. В общем-то, в помещении будет сохраняться тишина. И тем не менее, он может работать 20 тысяч часов без замены источника света. В общем-то, это нам говорит о том, что если он будет включен по 12 часов в день, его ресурса хватит на 5 лет. Если же включают его реже, соответственно, его ресурса хватит на больше. Ну, в общем-то, в образовательном учреждении более нет надобности тратиться на вызов мастеров, на замену ламп и на что-то такое. То есть, это тот проектор, который практически не требует сервисного обслуживания. Поэтому он так интересен. Ну, разрешите еще вам показать несколько фотографий. Хочу вам показать несколько сложных современных инсталляций на проекторах Digital Projection. Вот этот, например, объект называется Циклорама 21 века, аналогов которого нет во всем мире. Это виртуальное 3D-пространство с углом обзора в 360 градусов и суммарным разрешением в 8К. Помещение рассчитано ровно на 100 человек. Вот такая вот еще фотография у нас этой циклорамы имеется. Как видно с фотографией, инсталляция управляется в том числе с мобильного телефона. Очень интересненько. Для такой непростой инсталляции использовалась очень хитрая проекционная система на основе проекторов Titan SuperQuad. Когда использовалась внешняя система сшивки, у Digital Projection есть свой отдельный прибор, который делает его партнеры, который вам предлагает возможности создания любых даже самых сложных сшивок. То есть это тогда, когда возможностей подшивки самого проектора уже недостаточно. А вот эта вот инсталляция называется проекционная сфера «Город цветов». Находится она в Китае и представляет собой гигантскую полусферу из множества проектов. Проекторов, простите. Как уже говорил, расположена она в Китае. Китайцы славятся чувством великого создания чего-то большого и огромного. Эта инсталляция не стала исключением. Длина экрана составляет 28 метров. Ширина и высота соответственно 15,5 метров соответственно. Таким образом, это самая крупная проекционная полусфера в мире. Ну, в общем-то, кто бы ожидал от Китайцев другого. Проекторная сшивка построена на проекторах серии «Хайлайт». Эта серия специально создана для проекторных сшивок. Я вам поподробнее попозже расскажу. И для данной испанятии использовалось 14 проекторов «Хайлайт». Этот объект работает по 12 часов в сутки. Таким образом, проекторы подбираются исключительно на лазерных источниках света. Даже при такой нагрузке ближайшие 5 лет взамену ламп этому объекту не грозит. Ну и далее хотелось бы немножко поподробнее посмотреть про то, какие в принципе продукты у Digital Projection существуют, чем они отличаются, какие линейки есть. Ну, в чем эти линейки служат. Принципиально существуют две разных ветки развития проекторов Digital Projection. Существуют проекторы с одним DLP-чипом и с 3DLP-чипом. Соответственно, никаких LCD-подробных технологий, гибридных, смежных, у Digital Projection не имеется. Они изготавливают проектор исключительно на DLP-чипах. Одночиповые линейки стартуют с серии E-Vision. Самая минимальная яркость, которая доступна, это 4500 люмен. Далее E-Vision более серьезная, 6500-8000 люмен. Скажу вам сразу, все приборы собираются вручную, но младшие линейки, это в основном E-Vision и некоторые из проекторов M-Vision, они тем не менее собираются в Китае. То есть это не Великобритания. Все остальные модели, абсолютно все трехчиповые и топовые одночиповые, они собираются вручную и, соответственно, в Великобританию. Также не буду от вас скрывать, что в совсем дешевых моделях E-Vision используется недорогая пластиковая оптика, но тем не менее достаточно качественная, которая не мать не имеет. И одним из очень важных показателем качества Digital Projection даже самых дешевых моделей является то, что проекторы не теряют своих характеристик после длительной эксплуатации. То есть все, что заявлено в технической документации, даже к концу 19 тысяч часов лампы, она в любом случае вам сохранит номинальную яркость, номинальную цветопередачу, номинальную контрастность. Это то, чем практически ни один другой производитель проекторов похвастаться не может. Потому что если у вас есть какая-то обычная лампа накаливания, и там заявлено, что она будет работать 2000 часов и так далее, обычно к концу 1500 вы теряете примерно от 10 до 25% яркости. В случае, допустим, с LCD-матрицей, все еще хуже. К концу 2500 часов очень сильно проседает контрастность, очень сильно проседает яркость, ну и в общем со всеми вытекающими. У eVision есть серия 8000 люмен, 7500 люмен. Также есть отдельная серия mVision для проекторных шелок. Стартуют они от 1000 люмен, это светодиодная моделька. Есть 5500 люменовая версия, и также mVision есть довольно яркие 12000 люменов. Это вообще, в принципе, один из самых ярких одночиповых DLP проекторов. Ну и также новая серия появилась с Division Laser. Стартует она с 6500 до 8500 люменов. Трехчиповые проекторы стартуют с 6000 люменов. Серия Highlight 3350, тоже рассчитанная на проекторные шевки, на более сложные, на совсем крутые проекторные шевки. Более яркие хайлайты 8000-10000 люменов. Ну и, конечно, один из моих любимых проекторов, Highlight Laser 11000 люменов. Очень долгоиграющий, очень яркий, и при этом для проектора такой яркости достаточно компактный. Также мои любимцы жердяи серии Titan, Titan Super Quad, просто Titan 930. Это очень яркие и самые компактные среди сверхярких проекторов. То есть, несмотря на то, что это здоровая махина, здоровая дубина, она является самой компактной в классе 20000 люменов, и при этом самой легкой. То есть, количество проекторов Titan Super Quad, которые можно установить на раму, значительно больше, чем проекторов других производителей. Я об этом чуть поподробнее расскажу. И самые-самые новиночки этого года, которые только лишь появились, это Inside 4K Laser и Inside 4K Quad. Про эти проекторы мы уже сегодня рассказывали. В принципе, серия Inside – это проекторы с разрешением 4К. Так, давайте теперь рассмотрим поподробнее каждую серию, и немножко вам про них расскажу. Серия E-Vision – это непревзойденная цена при максимальной производительности, которую только можно добиться от одночипового проектора. Соответственно, у всех линейок Digital Projection сменная оптика. Серия E-Vision очень мощная и очень точная, при этом достаточно недорогая. Конечно же, опция сменных цветовых колес, причем, в отличие от других производителей, если вы приобретаете проектор E-Vision, вы в комплекте к нему получаете все возможные вариации цветовых колес. Иными словами, в вашей инсталляции вы можете выбирать баланс между яркостью, контрастностью, между яркостью и точностью цветопередачи и так далее. То есть, в зависимости от типа вашего экрана, от типа освещения вашего объекта, вы можете подбирать различные цветовые колеса, так как вам будет для этого угодно. Коррекция геометрии с шивкой 3D. Коррекция геометрии с шивкой на таком более-менее начальном уровне. Можно сделать легенькую коррекцию геометрии, трапеция, ну, в общем, стандартные функции. Можно сшить 2-3 проектора, получив цельную картинку, получив градиентное падение яркости. И также мы имеем поддержку 3D. Достаточно легкая оптимизация по яркости и цвету путем смены цветовых колес. Имеются двухламповые и лазерные источники света, что очень удобно. Лазерные более долгоиграющие, двухламповые, соответственно, более яркие. Подходят для широкого диапазона применений, а также очень широкий ассортимент оптики, которая очень проста к установке. Каждый проектор Digital Projection продается без оптики. Оптика продается всегда отдельно. Ну, в общем-то, оптика совершенно разная, совершенно разноплановая для разных фокусных расстояний, для разных разрешений, ну, вот в зависимости от того, что вы хотите достичь нашей инсталляции. серия M-Vision – это специализированные одночиповые проекторы, очень компактные, имеют поддержку HDMI 1.4, имеют очень точную цветопередачу, совместимую с 3D-контентом, предназначенную для тренингов и симуляций. Это специальная линейка для тренингов и симуляций, то есть для залов, где происходят тренинги, и для каких-то симуляторов различных, там, морские симуляторы, симуляторы ездовые, там, автомобильные, еще прочее. Это самый яркий в индустрии одночиповый проектор, это его самое, как бы, ну, главное преимущество. Соответственно, годится для постоянных и для мобильных инсталляций, его очень легко инсталлировать, он по принципу plug-and-play, поставил, включил, подключил источник, все работает, очень удобно. Есть очень компактные модели, есть чуть менее компактные, но, тем не менее, очень-очень яркие. В общем, для симуляции просто с решением. Серия Highlight, конкретно серия 660-740, это трехчиповые проекторы для приложений, где требуется проекторная шивка. Это специальные проекторы только лишь для шивок, причем для шивок очень высокого качества, очень высокой точности цветопередачи. Повышенная пропускная способность проектора в 3D, то есть мы не теряем разрешение в 3D, все вот как пиксель в пиксель, все прокачивает. Также здесь имеется технология повышенной точности цветопередачи, называется она ColorMax, это гибридная программно-аппаратная технология, которая заметно улучшает и расширяет цветовое пространство цветового охвата проектора. Также здесь присутствуют расширенные опции по проекторной шивке и коррекции геометрии, то есть здесь мы сможем с вами сшивать большее количество проекторов, чем во всех предыдущих сериях, причем использовать только штатные возможности самого проектора. Соответственно, продвинутая коррекция геометрии, в данном случае вы можете уже делать 3D-коррекцию геометрии, то есть можете расположить проекцию на полусферу, на выгнутую, на вогнутую, на какие-то поверхности, и проектор это уже делает сам. С помощью своего встроенного графического коррекционного движка. Поскольку это проекторы, которые устанавливаются в проекторных шивках, как правило, проекторные шивки это большие высоты, проекторы располагаются высоко, на достаточно большом удалении. От источников здесь имеется встроенный HDBST-интерфейс с поддержкой 3D, сертифицированный на сайте HDBST. Иными словами, если вам надо подключить этот проектор, вам более не надо использовать пару приема передатчиков, вы можете использовать либо HDBST-интерфейс на выходе, либо просто передатчик HDMI на HDBST, и подключить в качестве источника сигнала на этот проектор непосредственно RG45. Он это поймет и будет работать. С любым другим вендером, с PureLink, с Кристроном, с Петиленом, кто угодно, кто поддерживает HDBST, будет подавать сигнал на этот проектор. Также имеет технологию DualPipe. Это обработка для уменьшения выходной задержки. Очень маленькая задержка на выходе данного проектора. Имеются мощные двухламповые проекторы, которые обеспечивают очень высокую точность цветопередачи и очень высокую яркость. Проектор Highlight Laser. Это трехчиповый проектор с максимальным сроком службы, который не требует никакого обслуживания. Не надо менять лампы. Установка под любым углом совершенно, поскольку используется твердотельный источник светом. Портретная альбомная ориентация. Это понятно. Соответственно, цветность и яркость сохраняются на всем сроке службы. То есть, как я уже говорил, 20 тысяч часов. Если у вас проектор отработает 19 990 часов, и вы снимете показатели яркости, цветового пространства, контрастности, все будет точно так же, как в паспорте. Или даже немножко больше. Как я уже говорил, это самый яркий лазерный проектор в классе. 11 000 люмен. Более ярких проекторов в данном классе не существует. Но, соответственно, преимущество лазера 20 000 часов, без перебойной работы, без необходимости в каком-либо сервисном обслуживании. Серии Titan. Это самые компактные, легкие, тихие проекторы в классе суперярких. То есть, они, конечно, далеко не самые компактные и тихие проекторы в целом. Но если мы возьмем все проекторы в мире, которые будут иметь яркость 20 000 люменов или ярче, данные проекторы будут самые компактные, самые легкие и самые тихие. На 40% компактные своего ближайшего конкурента. Это, простите, почти в два раза. То есть, представляете, 40% это если над этим проектором надстроить еще практически один такой вот целый проектор. Например, вот таких размеров он ближайший конкурент с такой вот оптикой. Это самый тихий проектор в индустрии. В классе яркости 20 000 люменов, тише 20 000 никого вы не найдете. Вес всего лишь 40 килограмм. Это на 60 килограмм меньше некоторых конкурентов. То есть, есть 20 000, которые в два с половиной раза более тяжелые, чем Titan. Ну и, соответственно, единственный в мире проектор таких размеров с яркостью 20 000 люменов. За что лично я люблю Digital Projection? Во-первых, у них очень много уникальных проекторов. То есть, есть некоторые проекторы одноклассникам, которым просто нету, просто не существует. То есть, тут есть класс проектора такой-то, такой-то. Там есть решение только Digital Projection. Больше другого такого нет решения. Соответственно, если мы встречаемся и начинаем конкурировать в одном классе, Digital Projection получается либо чуть-чуть дороже, но при этом имеет большие преимущества, как, например, более высокую яркость, более тихую работу, там еще какие-то преимущества, либо просто такие же по характеристикам и стоят дешевле. Вот за это я очень люблю Digital Projection. Но при этом не пытаются объять необъятное и сделать решение для всех. Вот. В общем, за это я очень люблю серию. Также новенькая серия, это серия Insight. Это трехчиповые 4К-проекторы с источниками света на четырех лампах, светодинодах или лазере. Усконаладка по принципу Plug-and-Play. То есть, не требуется каких-то специальных калибраторов, знания специального какого-то софта для запуска, для настройки этого. Все очень юзерское, и человек, имеющий стандартные навыки работы с проектором, может справиться с настройкой данного зверя на раз-два. Доступим лазерный источник света на 20 тысяч часов. Родное разрешение проектора 4096 на 2160 для точечной четкости. Это полноценный честный 4К. Электропитание данного проектора от стандартной однофазовой сети в 220 вольт. Я не просто так это сказал. Очень много 4К проекторов, 20 тысяч люмен и большой яркости. Ну, это двухфазовое питание. То есть, требуется сеть в 380 вольт. Компактный, а главное, единый корпус проектора и источника света. Я не просто сказал так, что он не единый. На рынке существует достаточно большое количество проекторов, которые имеют тоже разрешение 4К, тоже имеют лазерный источник света, но вместе с проектором к проектору идет еще вот такая большая коробочка, которая размером иногда, в общем-то, сам проектор. Имеется специальный большой разъем. Здесь тоже имеется большой разъем, и они подключаются к таким специальным волноводам оптическим. А это у нас источник света для проектора. Вот так это очень некрасиво и неэргономично выглядит. В самом же Титане у нас все едино и в Титане, и в Инсайте. У нас источник света встроенный, поэтому ничего нам такого делать не нужно. Вот, все компактно и эргономично. Два с половиной года бесперерывной эксплуатации на одном источнике света. Это очень хороший результат. Причем эксплуатация 24 на 7, как и у всех решений Digital Projection. Лучшая в мире насыщенность света при использовании светодиодов ни один проектор в мире не обладает таким цветовым пространством и цветовой насыщенностью, как Инсайт LED. Это самый насыщенный и широкий в цветовом плане проектор. Ну, а также самая высокая яркость для класса проекторов 4К, доступная яркость в 25 тысяч люмен при использовании 4 ламп. Очередной рекорд Digital Projection. Но сразу скажу, серия Инсайт довольно-таки дорогая. На одном из слайдов, если вы помните, я пытался посчитать, сколько будет стоить использование проектора Инсайт. Сейчас я вам найду этот слайдик. Вот он, слайдик. И если мы предположим, что этот проектор работает на протяжении 7 лет, 24 на 7, если мы возьмем цену и поделим, то получается, что у нас расход денег 175 рублей в час. Вот такая вот калькуляция. То есть нормальным преобразованием, да, вы можете посчитать, что, в общем, проектор в розницу стоит очень недешево. Это порядка 150 тысяч долларов. Но этот проектор самый уникальный и, в общем-то, самый жирный и крутой. Там, где не справится никто, справится он. Ну, в общем, в целом, Digital Projection не делают очень массовые продукты, там, дешевые. Многие мне говорят, да нахрена мне это надо? У меня есть там Epson за 4 тысячи рублей. Он потрясающе, простите, 4 тысячи долларов. Он потрясающе показывает с ними все хорошо, я не хочу его менять. Digital Projection не конкурирует с Epson, Digital Projection не конкурирует с Bank, с Optone и так далее. У этих проекторов совершенно своя ценевая аудитория, свой рынок. И DP на этот рынок никогда жизни не лезла. И всегда говорили, что каждый производитель существует, как бы, ну, для чего-то твоего. Мы с вами закончили на инсайте. Вот, хотелось бы вам показать еще несколько интересных инсталляций. Это музей планирования семьи и деторождения Хуайянь в Китае. Ну, в общем, даже название такое Хуайянь, планирование семьи и деторождения. Хуайянь, деторождения. Что-то, мне кажется, есть общего между китайским и русским языком. Вот, очень интересный большой объект. Это было использовано 48 проекторов E-Vision. Они были часть проекторных сшивках, часть отдельности. Видите, вот целый коридор. И весь потолок просто усеян проекторами E-Vision. Соответственно, все стены интерактивные. Везде что-то отображается. Какая-то социальная информация, социальная реклама. Как правильно надо планировать семью. Когда надо китайцам рожать. Когда, в общем-то, рожать не стоит. Ну, там, с количеством людей, ни для кого не секретов, в Китае есть определенные проблемы. Есть вот такая вот очень интересная инсталляция. Это национальный продвинутый симулятор вождения в Вайове. Он так и называется National Advanced Driving Simulator. Находится он в Вайове. Построен на 16 проекторах E-Vision и E-Vision 1000. Помните, я вам рассказывал, что серия E-Vision существует в основном для симуляторов. Вот пример такого симулятора. Это полный симулятор вождения автомобиля. Абсолютно со всеми ощущениями. То есть, руководство управления из кабины пилота подается на электронное устройство. Человек, который здесь сидит, рулит и нажимает педальки. Полностью управляет происходящим на дороге. То есть, автомобиль реагирует. А также сама платформа наклоняется вправо, влево, в какие-то стороны, если с водителем что-то происходит. То есть, если водитель резко нажимает на газ, у него задирается морда автомобиля. То есть, он чувствует акселерацию с помощью этой подвижной платформы. Система достаточно крутая. Вот для подобных симуляторов служит линейка E-Vision. Также для трениров. Церковь в Англии, которая построена на проекторе Highlight 660. Я считаю, что это достаточно точная, четкая, точечная инсталляция. Немножко расскажу, почему я так считаю. К сожалению, ну не к сожалению, а просто так исторически сложилось, что в наших церквях стоит достаточно мало оборудования. В основном, звукоусидивающие. Никогда не принято было ставить проекторы. Именно в христианских, православных церквях, там старобряческих, в других в Москве. Такие практики имеются. Изредка ставится какое-то звукоусиливающее оборудование, но видеоотображение практически целиком и полностью отсутствует. Однако иногда отсутствует и звукоусиливающая аппаратура, потому что у нас имеются такие интересные формы куполов, очень интересные своды, в которых акустика распространяется очень хорошо. То есть имеется очень хорошее акустическое оформление, в общем-то, из-за самой конструкции самого храма. Поэтому своды и проектируются таким образом, чтобы не было необходимости использовать микрофоны. Во многих других религиях все выглядит намного скромнее, намного компактнее. Мы тут можем увидеть некоторую звукоусиливающую аппаратуру. Мы можем здесь увидеть свет, который является под цветом сцены. И на векторе удаления у нас расположен проектор Highlight 660. Почему для данной инсталляции он уникален? Ну, если можете увидеть на данной картинке стены белого цвета, яркость помещений довольно большая, мебель тоже вся светлая, то есть света в помещении очень много. Соответственно, чтобы не затенять вот это вот полотно, нужна очень высокая яркость. В общем-то, нужен проектор, который будет способен пересветить весь этот свет. Поскольку эта церковь, это место для умиротворения, для отпуска грехов, для какого-то единения с Богом, если позволите так сказать, какой-то излишний шум в этом помещении крайне нежелателен. Поэтому выбор Highlight 660 – это просто идеальный выбор, потому что проектор одновременно и яркий, и тихий. Поэтому для подобных инсталляций такой проектор годится как нельзя больше. Морской симулятор в США на 9-ти проекторах Highlight Vox GA 660. Опять же вспоминаем тему про то, что проекторы Highlight в основном служат для симуляций. Там есть базовые настройки сшивки, то есть можно не использовать какие-то внешние контроллеры, какое-то внешнее ПО. Это можно все делать средствами самого проектора. Соответственно, стоят они достаточно недорого, поэтому есть возможность их поставить в достаточно большое количество. Ну вот, имеем такой вот морской симулятор, который очень полюбился американцам. Очень многие моряки потом, когда заканчиваются с сбор, играются в такие игрушки. Ну а для человека, который не знает, что такое корабль, что такое море, очень такая неплохая возможность почувствовать себя некоторым участником событий. Очень интересная инсталляция находится в Амстердаме, в Голландии. Называется она голографическая елка, как-то так она называется, Holographic Tree. Если у вас есть такая возможность, обязательно набейте на YouTube, ну, переведите голографическое дерево в Google Translate, наберите в YouTube Holographic Tree на Амстердам. Обязательно найдите этот видос, посмотрите, как это выглядит. Это очень интересная авторская арт-инсталляция, включает она 4 проектора Titan SuperQuad, который светит со всех четырех сторон на такое вот комбинированное полотно, которое состоит из множества полимерных пленок. В принципе, голландцы обожают 3D-инсталляции на проекторах, голографические инсталляции. Один из последних разов, когда я был в Голландии, я попал на фестиваль света, мы прокатились по каналам, посмотрели вообще, как используют свет, как используют проекторы. Оказалось, голландцы очень любят разные 3D. Больше всего, что меня поразило, это я увидел географическую инсталляцию на примерно 8 проекторах. Выглядит она следующим образом. Стоит монумент справа и слева от монумента. Представьте, что там, вот эта елка, это монумент. Вот здесь вот от монумента стоит два рыцаря. Один справа, плохой рыцарь, но ничего. Один слева. И эти рыцари, они стоят в обмородировании, с каким-то оружием. И что самое интересное, вот здесь вот проходит канал, люди проплывают на лодочке, да, вот по этому каналу, и как бы лодочка не перемещалась, где бы она ни находилась, в любой момент времени, когда ты смотришь на этих ребят, они всегда стоят к тебе лицом. Просто постоянно. Ты едешь, перемещаешься, ты их всегда видишь лицом. Даже под большим углом эти рыцари все равно за тобой наблюдают и говорят, что нет, мы не отдадим, мы не сдадим просто так этот монумент. Выглядит очень интересно. Вот. А конкретно эта елка является полностью трехмерной конструкцией, которой можно обойти, посмотреть со всех сторон. Является просто воплощением инженерной мысли и того, что достигли сегодня арт-инсталляторы, которые используют проекционные технологии. Это очень красиво, это очень впечатляюще. Поэтому говорю, если у вас есть свободное время, обязательно зайдите в YouTube, загуглите эту елочку, очень красиво, получите прям-таки массу удовольствия. Ну и вкратце, напоследок, хотелось бы немножко рассказать об особенностях и приложениях, которые существуют в Digital Projection, о таких ключевых моментах, как коррекция геометрии, сшивки, расширение цветового пространства и специализированного ПО для управления проекторами. Есть продвинутая коррекция из шивка, то есть можно корректировать множественные углы, делать коррекцию уровня черного. Имеется продвинутый геометрический движок, с помощью которого вы можете построить в трехмерной плоскости модель того экрана, на который вы будете светить. И проектор, соответственно, начнет перестройку изображения по точкам, которые вы установите, для того, чтобы вписать картинку в нужное вам трехмерное пространство. Это тоже функция, которая встроена в проектор, никаких дополнительных, никакого дополнительного ПО или чего-то там, каких-то приборов сверху не нужно. То есть, если вы человек, который владеет 3D-моделированием, у которого богатая фантазия, можно наделать такого, что нам и не горюет. Соответственно, имеется полная поддержка 3D абсолютно во всех моделях. Имеется полная поддержка 3D, поддержка активных, поддержка пассивных 3D-очков, все работает, все работает очень здорово. В целом, все 3D-технологии, которые существуют, поддерживаются проекторами Digital Projection. Также имеется очень интересная технология, называется она ColorMax. Я уже несколько раз сегодня упоминал это название на нашем вебинаре. Технология повышенной точности цветопередачи, которая очень сильно расширяет цветовое пространство. И оно становится просто максимальным. Также есть очень интересная софтина, называется она Projection Controller. Это бесплатное ПО для управления проекторами, причем целой группой проекторов, как отдельно каждым, так и всеми сразу. Позволяет вам включать, выключать проекторы, делать это, включение-выключение по определенному расписанию, смотреть состояние проекторов, ресурсы, ламп, состояние фильтров, вообще настроение, насколько они хорошо себя чувствуют. Позволяет вам получать отчеты о работе проектора, сколько часов он отсветил, кто его когда включал, а кто выключал, были ли аварийные отключения проектора. Также позволяет организовать групповое управление. То есть, вы можете включать-выключать сразу группы проекторов, делать что-то сразу с большим количеством проекторов, я не знаю, там, планировщики и так далее. В общем, очень удобное, бесплатное ПО для того, чтобы рулить вашими проекторами, для того, чтобы их не надо было постоянно там снимать, телиться в них пультами, и что там такое. Вот, в общем, друзья, наверное, это все, о чем я хотел вам сегодня рассказать. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете обращаться на сайт creator.av.ru, там есть подробные описания и Digital Projection и наших других продуктов. Также за подробной информацией, за консультацией вы можете обращаться на сайт info.sobako.creatordefis.av.ru. С нами сегодня были инженеры компании Креатор АВС Сергей и Артем. Как я понимаю, на некоторые вопросы они вам уже сегодня ответили, но, однако, у нас есть сегодня с вами 10 минут свободного времени, поэтому, я думаю, какие-то вопросы мы сегодня еще с вами можем рассмотреть, если вдруг ребят на какие-то не ответили, ну, или если у вас есть лично вопросы ко мне. Про фильтры поставить и забыть, а как же чистить фильтры? Чистить фильтры определенно нужно, определенно важно, однако, количество часов, в которых может проработать фильтр без очистки при лазерном и светодиодном источнике света, он намного выше, чем ресурс фильтра при охлаждении лампы накаливания. Точную температуру работы лампы накаливания я вам не могу сказать, но то, что это выше 600 градусов, это 100%. Соответственно, охлаждение нужно, мамы, не горюй. Нужны очень мощные высокоамперные кулера, которые очень быстро и шумно крутятся, которые проталкивают просто огромное количество воздуха, прокачивают его. Соответственно, фильтр работает просто на износ, потому что, с одной стороны, у нас входит холодный воздух, с другой стороны, у нас идет горячая среда, где есть нагрев лампы. Ну и, соответственно, нагрузка на этот фильтр очень большая, потому что количество воздуха, которое мы прокачиваем, оно существенно больше, чем количество воздуха, требовавшееся на охлаждение лазерного либо светодиодного источника света. Соответственно, конечно, чистить фильтры надо, но не так часто, как для лампы. Определенно не так часто. Сколько продали проекторов в 2014 году с начала 2015 и ожидается в 2016? Иван, вы говорите конкретно про нас или в целом про Digital Projection? Отвечу и на тот, и на другой вопрос. Конкретно мы продаем проекторов не так много. В общем-то, сам Digital Projection продает проекторов не так много. Это не сотни тысяч, это не десятки тысяч, это иногда даже не тысячи проекторов. В основном это сотни проекторов. Потому что проекторы очень точечные, они рассчитаны на конкретное применение. Не стоит цель массового производства и продажи этих проекторов. Соответственно, мы точно так же, как и все наши коллеги, продаем штуками, десятками. Конкретную вам цифру сказать не могу, но за этот год мы продали, ну, наверное, шесть-семь проекторов так точно. За 2014 год мы их продали чуть меньше, потому что мы начали заниматься ими активно относительно недавно. В 2016 году мы ожидаем немного большие результаты. Мы недавно были с АВ-клубом в Сочи, узнали такую ситуацию, что некоторые объекты, все-таки, которые планировали оснастить, еще до сих пор полностью не оснастили, потому что заканчивался бюджет. Там же нужны системы автоматизации, там же нужны проекторы. В данном случае Digital Projection имеет очень хорошие конкуренты и преимущества над другими проекторами, как там высокая яркость, малая шумность и так далее. Поэтому я надеюсь, что свои полочки в этом рынке мы найдем. Поэтому на 12-13 проекторов в 2016 году мы все-таки рассчитываем. Все зависит от содержания пыли в помещении. Да, конечно же, это просто в любом случае это, конечно же, так. Но, тем не менее, объем воздуха прокачиваемый все равно разный. И в одном и том же помещении, где там будь то мало или много пыли, с лазерами фильтры все равно надо чистить значительно реже. Там лампы накаливания, газоразрядные, если что. Совершенно верно. Есть газоразрядные, есть ксеноновые лампы, и есть по-моему, в некоторых даже галогенные лампы. В любом случае элемент накаливания в этих лампах тоже присутствует. Забитый фильтр смерть источнику света. Абсолютно верно. Никто не отрицает. Кстати, по поводу источников света, поскольку лампа является более горячим источником света, вопрос перегрева для нее стоит, конечно, более, скажем так, очевидно, более ярко. Потому что, ну, как бы, если дернуть елку проектора до того, как он успел остыть, лампа может и треснуть, лампа может выйти из строя. Со светодиодами и лазерами такой конфуз уже тоже может произойти, но, тем не менее, шансов, что это произойдет, гораздо меньше, потому что температура работы лазера там в порядке 120 градусов, светодиодов и того меньше. Соответственно, они уже, ну, вот так критичны к перегревам. Но, тем не менее, забитый фильтр, конечно, угробит в любом случае источник света, потому что, ну, не будет возможности грамотно его охлаждать. Павел интересуется порядком цен. Павел, зайдите, пожалуйста, на наш сайт creator.ru. У нас есть полный прайс-лист проекторов в Digital Projection. В любом случае, ну, я вам точных цен сказать не могу. Они точно не дешевые, начинаются они... Ой, как бы не соврать. Точно не могу вам сказать, но порядок начальных цен проекторов от 15 до 30 тысяч долларов и, в общем-то, выше. Это розничные цены. Заканчиваются проекторы серии Inside 4K. Самые дорогие это LED и лазерные модели. Стоят они порядка 150 тысяч долларов. Порядок цен. Там по нас и канистировали в Сотях, конечно, конечно. И, кстати, еще есть небольшая инсайдерская информация. Еще Epson зашел в Сочи. Очень активно работают, причем московский Epson. И не влезешь. Сложно, но... Нам не что показать, но вообще довольно-таки дерзкие, борзые ребята. Мы все-таки попробуем попытаться. Еще раз про защиту проектов Александра. Защита проектов полностью существует, поскольку мы рынки все-таки разводим и разделяем. Мы активно защищаем наши проекты. Шанс того, что ваши проекты будут пересекаться с какими-то другими компаниями, он очень невелик, поскольку имеется опыт заведения порядка 5 дистрибьюторов на каждой территории. Защита проектов очень оперативная, очень продвинутая. Ну, то есть, все как и в любой другой защите. Сообщаете тип инсталляции, кто заказчик и так далее. Причем, в отличие от других ребят, Digital Projection никогда не позвонит вашему заказчику ни с одним вопросом, никаких уточнений не будет, никаких попыток подружиться, съездить, провести тренинг, что-то такого. Ничем подобного они не занимаются. Это не хлеб, и хлеб производить проекторы, а наш хлеб их продавать. Поэтому проекторы существуют. Скачал прайсы, остатки сайта. В остатках очень мало в целом всего. Это нормально или кризис повлиял. Александр, в принципе, дело в том, что проекторов продается реально очень немного. То есть, они продаются штуками, они продаются десятками, и держать на складе какой-то широкий ассортимент проектов просто не имеет смысла, потому что они дорогие, продаются редко, мы можем затарить проекторы и не продать их вообще просто никогда. Поэтому у нас есть только такие самые уникальные проекторы, которые достаточно много мы продали, вот такой мы держим на складе. обычно это титаны. Носители неплохо уходят, мы к ним кое-какую оптику держим, опять же, тоже усредненную, просто если надо что-то резко продать. Обычно, когда у нас идет какой-то проект, нам дают там 3-4 месяца, за редким исключением 2 месяца для поставки проектора, а в это время мы укладываемся всегда. Поставка отлично проектирования занимает порядка не более двух месяцев. это самое, что есть. Пропал звук, звук работает, звук есть. Есть ли какие-нибудь санкционные списки по поводу поставки в Крым? Лично общался по этому вопросу с региональным менеджером Digital Projection, они мне заявили и дали понять точно, что компания DP ни в коем случае не коррелирует с политикой ни одного из государств. Digital Projection целиком и полностью аполитичная компания, которая всячески старается не прогибаться ни под санкциями, ни под поставками, ни под чем. То бишь эти вещи на них никак не влияют и всяческих ребят, которые пытаются на них надавить и сказать ага, сюда не поставляйте, они мягенько отсылают стороночку, потому что называют себя неполитичной компанией и вообще мне господин Дирк рассказал, что политика очень сильно вредит бизнесу и в общем-то им это не нравится. Тогда реальные сроки поставки. как я уже говорил, реальный срок поставки полтора-два месяца. Обычно все делается, но за очень редким исключением, если вдруг нет на складе в Европе проектор, если он по производству, тогда может поставка возрасти до двух с половиной месяцев. Это бывает не часто, но это самый край. Больше они нам никогда не приезжали. Так, да, мы специально уточняем вопросов. Ответ нет никаких санкционных списков. Абсолютно верно. Есть решение по замене ламповых на лазерные источники. Иван, не могу вам так резко ответить на этот вопрос, но предварительно думаю, что конструктивно ламповые и лазерные проекторы они совершенно разные. Поэтому, если мы говорим о простом замене источника света, я думаю, это не получится. Но, однако, в Digital Projection сейчас появилась очень интересная программа Trade-In, и если у вас есть старая устаревшая модель проектора на ламповом источнике света, мы можем ее поменять на лазерный проектор с весьма себе нормальной скидкой. Эти скидки все есть на сайте Digital Projection, вы можете посмотреть, какая модель, какой процент скидки дополнительный на ваш проектор дает. Причем, эта скидка совершенно никак не влияет на нашу дистрибьюторскую скидку, она абсолютно дополнительна. В Британии да, но, насколько мне известно, это абсолютно мировая политика, то есть, у нас точно так же эта программа работает, и если мы сдадим какой-то проектор по утилизации, нам точно также дадут дополнительную скидку. Кстати, говоря, из этого какие-то более-менее живые, неубитые проекторы, они делают правильное сервисное обслуживание, меняют большое количество электроники, приводят их в годное состояние, и просто публикуют на сайте продажу поддержанных проекторов. Причем, нестальна скидка на эти проекторы просто огромная. Есть там проекторы, которые продаются по минус 50, по минус 60 процентов. 12 часов это значит то, что время нашего вебинара заканчивается. Друзья мои, если у вас есть какие-то вопросы, обязательно пишите нам на почту info.sobak.creator.defisavet.ru Заходите на наш сайт. Спасибо вам огромное, что нашли немножко времени посетить наш вебинар. Надеюсь, это было для вас полезно и приятно. С вами был Креатор АВ. Меня зовут Воробьев Николай. Спасибо вам большое, друзья. До новых встреч!